МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть солдатом – это профессия. В военном ремесле есть свои премудрости, технологии выполнения работ, которые называются уставами, и даже определенная техника безопасности. И это не мудрено. В условиях боевых действий цена ошибки – жизнь. 15 мая 2015 года на полях сражений Российско-Украинской войны погибло в общей сложности двое солдат. Еще один боец скончался в госпитале от ранений, полученных ранее. Традиционно напряженной сохранялась обстановка в районе Донецкого аэропорта, но противник также активизировался и на севере, в районе станицы Луганской. 16 мая в самом центре зоны АТО на Светлодарской дуге 30-я бригада потеряла в результате обстрела двоих человек. Но основное внимание средств массовой информации было приковано к событиям в районе города Счастье. Это 54-я серия фильма про АТО «История войны». В 2014 году Российская Федерация совершила акт вооруженной агрессии в отношении Украины. Война длится уже несколько лет. А вот и российский солдат. По горячим следам мы изучаем ход этой войны, прослеживаем связи между боевыми действиями, дипломатией, политикой и экономикой. Мы пытаемся понять, как это было и, главное, зачем. Около 14.30 опорный пункт «Фасад» подвергся нападению. Группа противника скрытно подобралась к украинским позициям, намереваясь их захватить. Но постовой, младший сержант 92-й бригады Пугачев, вовремя обнаружил противника и сыграл боевую тревогу, чем фактически сорвал замысел террористов. Завязался бой, в котором Вадим Пугачев получил смертельные ранения. Но благодаря его своевременным действиям нападение удалось отразить. Противник отошел. Преследуя отступающих диверсантов, бойцы 92-й бригады захватили в плен двух раненых боевиков, которые на поверку оказались военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации. Третья бригада в Суэкназе, город Альяй. Пытаясь замести следы, боевики обстреляли из миномета в место, где находились раненые россияне. Однако украинским солдатам удалось успешно эвакуировать пленных и оказать необходимую медпомощь. Также была захвачена винтовка специальная снайперская ВСС «Винторез». Этот российский образец оружия не выпускается в Украине и на вооружении каких-либо украинских силовых структур никогда не состоял. Реагируя на случившееся и российская пропаганда, и официальные лица ЛНР в один голос заявили о том, что Ерофеев и Александров вовсе не российские военнослужащие, а якобы добровольцы и являются сотрудниками так называемой «народной милиции ЛНР». Однако сами пленные открытым текстом указали свою принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации. Также они назвали номер своего подразделения, имена командиров и сослуживцев огласили задачи, которые выполняло их подразделение, и даже обнародовали график ротаций. Уточним, что подобная сговорчивость диверсантов имеет весьма логичные причины. Первое. Формально любой боевик так называемой армии Новороссии – это террорист. Учитывая факт боестолкновения с человеческими жертвами, как Ерофееву, так и Александрову угрожали весьма серьезные сроки в украинских тюрьмах, где условия содержания заключенных все еще далеки от идеальных. Говоря простыми словами, никто не может гарантировать, что российских террористов в тюрьме не будут обижать другие заключенные. В то же время в статусе военнопленных россияне могли рассчитывать на соответствующие условия содержания и достаточно быстрый обмен. Вторая причина сотрудничества с властями тоже банальна. Основная задача любого солдата в плену – это выживание. И если для этого необходимо дать показания, то такой шаг вполне приемлем. Обычно при планировании операций возможность пленения солдат и утечки информации учитывается. Бойцам специально не раскрывают всех деталей плана, а у командования часто есть запасной вариант. Неудивительно, что уже буквально на следующий день, 17 мая 2015 года, все группы 3-й бригады специального назначения России покинули Луганск и Брянку, где базировались с марта 2015 года, и отбыли в пункт постоянной дислокации. Противник не отказался от своих планов, а просто изменил их согласно обстановке. Тем временем в зоне АТО продолжалась война. Позиционная, вялотекущая, но все же настоящая. С реальными боями и жертвами, с минами и фугасами, с засадами диверсионных групп. 17 мая в районе села Троицкого Попаснянского района на фугасе подорвался автомобиль УАЗ 2-й бригады Национальной гвардии Украины, который развозил волонтерскую помощь по позициям подразделения. В результате подрыва погибли начальник службы тыла бригады, его водитель и двое гражданских активистов. Еще один волонтер получил тяжелые ожоги. 19 мая на Бахмутской трассе в районе села Катериновка военные заметили движение в лесопосадке и, проведя разведку, обнаружили там брошенные позиции боевиков. При возвращении отряд попал в засаду. В результате артиллерийского обстрела погибли два добровольца интернационального отряда имени Джохара Дудаева и двое армейцев. На помощь разведчикам выдвинулось подкрепление, но в результате подрыва на мине была потеряна бронемашина. В итоге погибло еще два солдата 15-го батальона, как минимум трое солдат были ранены. В этот же день, выполняя боевую задачу в районе села Гранитное, подорвался на растяжке, получил тяжелые ранения и в результате потери крови погиб солдат 72-й бригады. 20 мая, несмотря на договоренности и отведение тяжелых вооружений, боевики применили самоходные артустановки. В окрестностях села Каменка Волновахского района в результате обстрела погиб солдат 20-го батальона Вооруженных сил Украины. В Широкино бойцы батальона АЗО провели успешную операцию и ликвидировали трех террористов. Еще шесть боевиков получили ранения и были выведены из строя. Активные действия террористов буквально вынуждали украинское командование к симметричным ответным действиям. Это приводило к накоплению тяжелых вооружений близ линии разграничений и грозило новым витком эскалации боевых действий. 21 мая в районе Счастья был подбит украинский БТР, один член экипажа получил ранения. В результате обстрелов и подрывов на минах за день в зоне АТО погибло трое солдат. Около 30 снарядов разорвалось на территории Авдеевского коксохимического завода, что привело к ранению двух и гибели еще одного работника предприятия. По заявлениям дирекции завода, общая сумма материальных убытков от этого обстрела составила около 4 миллионов долларов. В этот же день на территорию Украины прибыл 27-й по счету так называемый гуманитарный конвой. Учитывая динамику отправки колонн снабжения, можно сделать вывод, что для поддержания жизнедеятельности своей гибридной армии Кремль завозил на восток Украины в среднем 1 тысячу тонн различных грузов в неделю. Озвучим очевидное. Опираясь на российские склады и базы хранения, боевики свободно расходовали боеприпасы и топливо, не испытывая особых проблем с техникой. В то же время украинская армия, хоть и располагала внушительным арсеналом вооружений, все же в количестве этих запасов с Российской Федерацией конкурировать не могла. Не забываем, что параллельно удержанию фронта шел процесс восстановления и расконсервации техники, тренировки новых и замены демобилизирующихся после года службы солдат. И если Украина, фактически ведя боевые действия на своей территории, была заинтересована в минимизации разрушений, то Кремлю любая эскалация, наоборот, была выгодна. Собственно говоря, одной своей рукой Путин проблемы на Донбассе создал. Он вооружил местный люмпен, дал им тяжелое оружие, топливо, боеприпасы и поддержку российских вооруженных сил. Логично, что началась война, которая в итоге привела к разрушениям, разрыву экономических связей, безработице и ухудшению общего состояния в регионе. И вот уже другой рукой кремлевский царь предлагает поддержку и благотворительность в виде гуманитарных конвоев. Вопрос в том, чтобы обеспечить законные права и интересы русских и русскоязычных граждан Юго-Востока Украины. Изначально красота кремлевской освободительной идеи заключалась в так называемой защите русскоговорящего населения Украины. Но, как и много раз до этого, 22 мая террористы обстреляли станицу Луганскую, где жили именно такие русскоговорящие люди. Здесь российские боевики названы террористами не случайно, так как в результате обстрела пострадали не столько военные объекты, сколько гражданская инфраструктура. Было разрушено несколько жилых домов, повреждения получили линии электропередач, часть города осталась без газа. В результате выхода из строя магистрального водопровода прекратилась подача воды, в том числе и в оккупированный Луганск. В общей сложности 22 мая Украина потеряла убитыми троих солдат. 23 мая были зафиксированы обстрелы с применением миномётов, автоматических гранатомётов и даже тяжёлой артиллерии. Подобному террористическому обстрелу вновь подверглась Авдеевка. На территории местного коксохимического завода было зафиксировано около 40 разрывов, что заставило предприятие приостановить работу. В этот же день на дороге Алчевск-Луганск произошло покушение на лидера боевиков, командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового. В районе населённого пункта Михайловка автомобиль лидера боевиков был взорван, а затем обстрелян из пулемётов. В результате атаки сам Мозговой, его пресс-секретарь, двое охранников и водитель были убиты, и ещё трое местных жителей оказались в этой перестрелке случайными свидетелями и тоже погибли. Это Новороссия. Так называемая прокуратура ЛНР обвинила в покушении спецслужбы Украины. Однако популярный в среде боевиков Мозговой находился в оппозиции к властям ЛНР и, обвиняя её представителей в госизмене, серьёзно критиковал последние. Логично, что Кремлю и его ставленникам не нужны сильные лидеры самовыдвиженцы на оккупированных территориях. Позже появилась вполне закономерная информация об устранении одиозного командира боевиками российской частной военной компании «Вагнер». «Зачем они это сделали? Бог его знает». 24 мая Авдеяка вновь стала мишенью террористов и вновь в результате обстрелов пострадали местные жители. Двое получили ранения, один погиб. В Широкино продолжались уличные бои и обстрелы. В результате разрыва артиллерийского снаряда пострадало двое бойцов батальона «Донбасс». Один из них скончался. 25 мая в Станично-Луганском районе группа диверсантов, которая проникла на территорию Украины со стороны России, расстреляла на дороге близ села Сизе санитарный автомобиль «УАЗ». Один солдат 53-й бригады погиб, второй был тяжело ранен. В этот же день в Широкино ранения получил боец Национальной гвардии Украины, а в ночь на 26 мая противотанковый взвод батальона «Донбасс» уничтожил российский грузовик «КамАЗ» с боеприпасами и пехотой на борту. Следующий день также не обошелся без потерь. В районе населенного пункта «Золотое» погиб боец батальона «Айдар». 27 мая в районе станицы Луганской минная война отобрала жизни еще двух украинских солдат. А в России тем временем был подготовлен к отправке очередной, уже 28-й по счету, гуманитарный конвой. В мае 2015 года в зоне АТО оружие применялось в среднем около 20 раз в сутки. Во второй половине месяца Украина потеряла убитыми 46 своих защитников. В этих боях локального значения погибло до сотни местных и приезжих боевиков. В разной степени пострадало несколько сотен местных жителей. Россия за месяц отправила на оккупированные ею территории три колонны, которые перевезли более 3000 тонн грузов. И вот этого всего могло бы и не быть, если бы Российская Федерация держала при себе свои имперские амбиции. Война – это очень дорого во всех смыслах. Интенсивные боевые действия в первую очередь тяжело бьют по уровню жизни людей. Жители прифронтовых городов буквально на себе чувствуют эти изменения. А чтобы вирус войны не продвинулся вглубь страны, дыры в гибридном фронте телами солдат закрывает армия. Даем отпор, держимся. Собуды добрые. Но если армия оснащена плохо, то она платит кровью за каждый просчет снабженцев. В начале Российско-Украинской войны армия государства Украина была оснащена плохо. В том числе и поэтому украинскими властями был выбран курс на максимальное умиротворение ситуации. В среднесрочной перспективе это позволило построить запасные линии обороны, модернизировать системы связи и ПВО. Кровопролитные перемирия позволили в итоге накопить силы для эффективного противодействия противникам. Субтитры создавал DimaTorzok